Валера, расскажи про рекламную сеть Octoclick, чем вы занимаетесь? Мы рекламную сеть, работаем с тремя популярными форматами. Это нативная тизерная реклама и in-page push. У нас сильно качественный трафик, очень крутой, мы плотно работаем над его совершенствами и за дня в день. Как давно работаешь в Octoclick? И с какой позиции начинал? В Octoclick я работаю около двух лет. Начинал с обычного project manager, дотянулся до продуктового менеджера, практически product owner. Занимаемся вообще всем, начиная от бренда, руководство дизайнерами, набор сотрудников, работа над брендом, в общем, все, все, все. Что входит в твои обязанности в Octoclick? Работа с технической командой, с менеджерской командой, разработка бренда и организация структуры и внутренних процессов нашей компании. Чем Octoclick отличается от конкурентов? Какие особенности у вашей сетки? У нас очень крутой, продуманный личный кабинет, мы постоянно работаем над его совершенствованием. Мы хотим, чтобы нашим рекламодателям и бестерам было суперудобно и комфортно работать, для того, чтобы они добивались своих рекламных целей. И мы всегда придерживаемся такого подхода, мы полируем и выводим все до максимального блеска. Также могу упомянуть про наш уже всем знакомый формат InPagePush. На данный момент он очень качественно реализован. Для максимального удобства и возможности кастомизации мы очень продумали личный кабинет, продумали дизайн, юзабилити, UX, UI. Каждый из них был продуман и нарисован силами нашего топового дизайнера. Мы изучили все потребности наших пользователей, отталкивались именно от них. Сейчас представлены шаблоны, которые закрывают практически все потребности нашего рекламодателя. Они очень крутые, конверсионные, очень кастомизированные. Можете зайти к нам и убедиться, собственно, сами. Расскажи, какие рекламные форматы доступны в Водоклик сейчас и что из них в топе? На текущий момент мы работаем с основными тремя форматами. Это нативная реклама, тизерка, она у нас никуда не девалась. В прошлом году мы разработали новый формат InPagePush, о котором я говорил немного ранее. Ну и стандартный попандер, который популярен везде и у нас в особенности. Что из них в топе сейчас? Кликандер, как всегда. Изначально вы были тизеркой и назывались Big Click. Что вас подвигло компанию на столь глобальные изменения? Мы полностью изменили стэк, переписали продукт. Это новый рекламный движок. Сильно улучшили личный кабинет, юзабилити, интерфейс, дизайн, бренд. Полностью новый продукт. Он просто стал в десятки раз лучше, чем был. Насколько активно развивается ваша сеть, по твоим личным ощущениям? Учитывая объем моего свободного времени, просто семимильными шагами он становится с каждым моментом все меньше и меньше. В общем, круто. Большая команда, много клиентов. Постоянно улучшаем, улучшаем, улучшаем. И я в этом процессе никуда не деваюсь. И, следственно, вместе со всеми иду к беззаветному будущему. У вас большая команда. Сколько человек трудится в OctaClick? На самом деле у нас не очень большая команда. У нас 15 человек. Это фронт-энд, бэк-энд команда. Всего лишь один дизайнер, небольшой менеджерский состав, маркетологи. Одна штука. Компания организовывает для сотрудников какие-нибудь митапы или корпоративы. Как вы отдыхаете? О, да. Корпоративы у нас безумные. Я, в принципе, был в шоке, когда попал в эту команду. Я обалдел от того, что как вообще в рамках корпоратива мы проводим время. Мы катаемся по странам, катаемся на мотоциклах, на лодках. Ну и там много нюансов, которые бы я не хотел озвучивать. Вы работаете с владельцами сайтов напрямую. Что нужно для того, чтобы начать с вами сотрудничать? И какие у вас требования к сайтам? Да, в целом никакого собеседования не нужно. Надо, чтобы просто сайт веб-мастера соответствовал некоторым требованиям. Обычно это не менее 500 посещений поиск в течение недели. Сайт находится на платном хостинге. На сайте не более 60% ограниченного трафика. Также у нас запрещены сайты, которые распространяют верноносные программы и вирусы, перенасыщены рекламой, оказывают хостинг-услуги по размещению ссылок и изображений. Ну и привлекают ботовый и букс-трафик. Какие планы у компании на этот год? Поделишься инсайдами? Постараюсь. В этом году мы решили сделать упор на вылизывание имеющего функционала наших форматов. Скоро выпустим новый JS, который даст большой прирост возможностей по таргетированию. Планируем активно масштабироваться в бурж направлении. Сейчас тестируем ССП для покупки трафа. При этом главный упор, конечно же, будем делать в качество. Плюс мы разработали уникальную трехэтапную антифрод-систему, которая позволит выкупать только самые сливки. В ближайших планах очень большое расширение функционала по оптимизации компаний. И все это лишь малая часть того, что мы выпустим на рынок в этом году. Подписывайтесь на наш канал, телеграмм, будет интересно. Какие мероприятия планируете посетить в ближайшее время? По мероприятиям. Также часть нашей команды сейчас находится на Кипре, на Айконовской конференции. На этот раз без стенда. Планируем также посетить ТЭС в Праге в сентябре, Аффилеет Ворлбутапешты, ну и, конечно, Сигма на Мальте. Как настроение? Как вам конференция? Настроение отличное, потрясающее и выдушевленное. Конфа просто супер. Я очень скучал по Маку, и я очень рад был со всеми здесь увидеться и завести новые знакомства. Очень полезное. Какие ожидания от сегодняшней конфы? Результаты превзошли наши ожидания, ставка на Мак сыграла, потрясающий нетворкинг, мы очень долго скучали по конференции, очень долго ее ждали, и, наконец, все веревания, весь мир арбитража соединился. Встречали сегодня кого-нибудь из ваших аффилейтов? Да, у нас были забронированные встречи, плюс некоторые аффилеаты предупреждения приехали, и мы были даже еще больше рады этому. Вы проводите какие-либо мероприятия со своими топ-вебами? Или, может, планируете организовать что-то подобное? Можно об этом подумать, а так мы, конечно, проводим с ними всегда мероприятия, дарим им подарки на Новый год, на день рождения, проводим митапы, в основном перед конференциями. Обожаем с ними видеться. Как стать партнером Пари Аффилейтс? Какие у вас критерии для вебов? Достаточно просто зарегистрироваться в нашей партнерской программе Пари Аффилейтс на сайте. Критерии выбора у нас... Главное, чтобы был целевой трафик, и главное, чтобы этот трафик работал на Россию. Какие у вас условия по ЦПА и Ревшаре? Мы достаточно гибкие в этом вопросе, и у нас вообще все условия начальные написаны на нашем лендинге, но мы всегда готовы увеличить ставку и работать по прогрессивной шкале, как по СПА и по Ревшаре. А для топов есть особые условия? Конечно, есть. Правда ли, что ЦУПИС-оферы конвертят лучше, чем офшорные? Да, я считаю это так, потому что ЦУПИС-продукты, они более надежные, и они более доступны как по поиску в интернете, так и по поиску приложений. И в целом рынок ЦУПИСа из года в год врастет в России, и вместе с этим и конверсия выравнивается тоже. Согласны ли вы с утверждением, что беттинг – это событийная ниша? Отчасти да. Спортивных событий в целом очень много бывает на протяжении года, и, казалось бы, даже во время летней засухи можно не собрать трафик. Но если бренд представлен не только в традиционном спорте, но еще и в киберспорте, чьи турниры проходят пару летом, бренд не заставляет забыть о себе среди обычных пользователей во время событийной засухи. Как в целом сегодня чувствует себя ниша беттинга, и что ее ждет в ближайшем будущем? Из года в год объем рынка растет. Я считаю, что помимо того, что беттинг – это не только ставки на спорт в удовольствие или наличие какого-нибудь крутого продукта, это также огромное влияние на спортивную индустрию в целом, на рынке спорта в России. И я думаю, что мы все дальше будем видеть, как объем рынка будет расти, и, соответственно, какие-то очень многие интересные кейсы мы будем видеть именно от букмекерских компаний в коллаборации со звездами, со спортивными командами. Какие планы у партнерки на 2024 год? Какие направления планируете развивать? В первую очередь мы хотим как можно больше трафика получить на время предстоящего чемпионата Европы, и дальше продолжать его закупать, а также участвовать в конференции, делать крутой мерч, чтобы радовать наших партнеров, а также участников конференции, проводить митапы и развивать нашу медийность, направление в целом расти и расти. Как конференция? Кто из ЗМ сегодня здесь? Чем ты занимаешься в холдинге и какой из проектов ведешь? Да, привет, слушай. Ну, на конференции, конечно, душновато, но в целом масштабы крутые. Проект ЗМ Апс – это сервис аренды мобильных приложений от холдинга ЗМ Тим. В целом я возглавляю это направление от нашего холдинга. Раз уж начали о ваших проектах, ЗМ Ап не выходит из рекламных размещений. Расскажите про этот проект. Какие там сейчас цели, что нового вы предлагаете рынку? Мы вышли буквально с начала этого года, и наши планы грандиозны в целом. То есть мы сейчас сделали крутого бота, в котором есть функционал вообще того, что закрывает личный кабинет, и это все можно сделать прямо в рамках обычного телефона, что достаточно удобно для каждого вебмастера и байера. Наши планы грандиозны, мы в целом в любом случае будем в топах. Это правда, и делаем максимально для этого, в том числе в медиа и в рекламе. Ваш свежий релиз – конструктор ПВА прямо внутри ТГ-бота. Это интересное решение, но обеспечивает ли это полноценный функционал, как веб-кабинеты? Да, действительно, ТГ-бот и ПВА-конструктор – это достаточно сложное техническое решение, которое мы смогли реализовать. Все работает в формате WebView, и ты имеешь полноценный конструктор прямо внутри бота. Это крутая история, я считаю, что это ноу-хау, который мы принесли в рынок, и в целом мы достаточно во многих аспектах являемся трендсеттерами. Поэтому любой веб, который заходит в личный кабинет, имеет доступ до бота, сможет спокойно протыкать и собрать свою готовую ПВА-прилку, которую уже потом сможет запускать. В следующих апдейтах мы уже сделаем релизы по мульти-гео, мы сделаем релизы по юзабильности, по цвету интерфейса, и куча еще других приколов, которые нужны именно в рамках ПВА, которые, в принципе, рынок диктует правила, а мы в целом как подстраиваемся, наш техотдел всегда впереди всех. Вечно болезненный вопрос для всех, кто льет на приложение. Android жив или мертв? Прикольный вопрос. На самом деле, как мы все прекрасно видим, события, которые произошли осенью того года, все начинают понимать и задумываться, что действительно Android скорее больше мертв, чем жив. Откуда же это и появилось? Почему все начали использовать сейчас ПВА-технологию, которая достаточно давно уже есть в рынке, но при этом, при всем никогда не пользовалась популярностью? Поэтому я сейчас в нынешних реалиях все-таки, наверное, скажу так, что лучше все-таки обратить и смотреть в сторону iOS-линки, iOS-органики и ПВА. Это самые, наверное, сейчас распространенные и на ближайшее время точно способы запуска мобильного трафика. Слушай, а ты не думаешь, что iOS также сдуется за счет модерации в дальнейшем, как и Android? Есть такая версия, и мы действительно с ребятами обсуждали, что какие-то риски всегда имеются. Мы в целом работаем в арбитраже, который максимально динамический рынок, и понимаем, что такое может произойти и с iOS. То есть если мы будем приходить к статистике и посмотрим по чистке так называемой Android и Google вообще в целом, который сейчас он проводит, мы понимаем, что, скорее всего, Google решил произвести вот отбеление своего стора и по факту приблизиться к цифрам, которые есть по iOS. Поэтому я не вижу каких-то рисков и, возможно, каких-то ситуаций коварных, которые произойдут точно не в этом году, не в следующем. Это мой прогноз. Что планируете? Чего рынку ждать дальше от Bril, который предлагает один из крупнейших медиабангов? Слушай, ну, планы супер грандиозные. Мы точно знаем, что ближайшие релизы у нас будут по личному кабинету, который, в принципе, в какой-то степени, я понимаю наших байеров, то, что некоторые элементы запуска рекламы проще сделать скорее через личный кабинет. То есть это, не знаю, возможно, генератор прилендов, да, который у нас тоже есть в боте, но в целом некоторые пользователи просто привыкли к тому, что это находится в веб-версии, в десктопе. Поэтому скорее это будет личный кабинет. Мы сделаем точно смарт-линку, это супер крутая история, при которой ты можешь запускать с одного потока, с одной линьки, по сути, разные оси. Ты можешь разбивать их в процентном соотношении по запуску трафика. То есть в целом это тоже ноу-хау, и, возможно, я подсвечиваю сейчас какие-то вот штучки, которые, в принципе, мы не могли спалить, но почему-то мы так сделали. Какие новые сервисы вы хотите внедрить в ZM в ближайшем будущем? Ну я, конечно, буду рассказывать и расскажу именно про ZM Apps, что у нас будет. Мы точно хотим сделать для внешнего рынка коробочную историю, то есть сервис по пушам, который, в принципе, помимо того, что будет работать на наших мобильных приложениях, да в целом пуши, естественно, никогда не переставали работать на наших приложениях, но это будет история именно про внешку. Мы сможем отдавать в рамках готового продукта для использования этих пушей и кастомизации непосредственно для разных рекламодателей, партнерских программ и, возможно, пушсеток. Расскажите о себе, сколько человек у вас в команде, какие основные направления в работе, с какими гео работаете, какой трафик принимаете? Мы саб-бренд Бэтбума, Бэтбум Партнерс, и мы делимся на два лагеря, это в целом мы одна партнерка, но мы занимаемся ЦУПИСом, российским проектом Бэтбума. Им занимается Миша, руководитель отдела, Head of Affiliate и его менеджер Леша. И также у нас есть проект КОМ, то есть буржевый проект на Латинскую Америку сейчас. Им занимаюсь я, меня зовут Юля, я менеджер, и у меня есть два руководителя, это Вова и Николай. По источникам трафика, которые сейчас принимаем, если мы говорим про Бразилию, это сейчас актуальная гео у нас на Латаме, это АСО, СЕО и ППСИ. Будем дальше выходить еще на другие гео, но я, наверное, об этом чуть позже расскажу, а про СИИ расскажет Миша. Да, у нас по России все намного проще, мы принимаем СМС-трафик, АСО-трафик, Ютуб, Телеграм-каналы, СЕО, СМС. Почему вебом стоит выбрать именно Бэтбум? Ну, помимо того, что из наших, таких ключевых особенностей наших партнерки, это честность, отсутствие понтов, братство, сестринство, раз уж есть я, то из объективных, более объективных причин, это сверка раз в неделю, холд короткий всего неделю, у Цуписа без холда. С холдом, но небольшим, также сверки раз в неделю, выплаты на крипту, да и все. И быстрые выплаты, соответственно. Какие у вас ожидания от конференции, какие цели и планы ставите на МАК? У нас очень амбициозные цели, ну, во-первых, мы приехали сюда к нашим друзьям, мы не очень любим говорить партнеры, у нас большая часть ребят, кто с нами работает, это уже наши друзья. Мы в первую очередь приехали повидаться со всеми, пообщаться в неформальной обстановке, поговорить о кейсах, о трендах, выяснить какие-то инсайды, ну, в целом, просто пообщаться. Ну, и чтобы наши друзья провели время хорошо на нашем прекрасном стенде. Ну, помимо друзей, мы хотим, чтобы нас знали, видели, что мы есть, что мы выставляемся, что мы крутые. И мы готовы работать дальше, мы хотим работать дальше, в том числе и с новыми вебами. Welcome! Расскажите подробнее, почему вместо стандартного стенда решили оформить большой спот-бар? Чем обусловлена тематика? Ну, это не только тематика бара, а в целом, наш концерт партнерки, исторически, наша айдентика, вся тематика стиля бренда, именно саб-бренда Bad Boom Partners, это байкерская партнерка. Большинство основателей партнерки были и есть байкеры. Соответственно, это не только стилистика внешняя, это... Это стиль жизни, да. Это философия, братство, честность, отсутствие понтов, и она везде, она в нашем мерче, она в наших жилетках. Сегодня мы без жилеток, потому что очень жарко, они прикреплены у нас на нашем гараже. Это в целом такой байкерский, грубоватый, брутальный стиль. Ну, и если говорить про стенд, то идея такого мужского гаража в стиле 90-х на улице, учитывая Армению, учитывая жару, она была интересной, потому что ребята выходят все подышать, охладиться. А тут мы, у нас есть охлаждающие напитки, и в целом мы такие крутые, общительные. В этом и была идея, и в целом, как мы видим, всем нравится стенд, приходите. Ваш стиль не очень характерен для сферы. Почему без налета лакшери? Ну, давайте честно, вся вот эта лакшери лайф, деньги, красивые девушки, крутые тачки уже как-то поднадоели, и, как Юля сказала раньше, у нас другая концепция. Мы все-таки больше за братство, мы все-таки больше к нашим друзьям, что мы, ну, мы байкеры, мы тусовка, с нами классно, мы про это. Мы простые и понятные, и нам изначально было чуждо представляться теми, кем мы не являемся. А тяжелый люкс, это часто про эту историю. Люди не любят фальшь, люди ее быстро считывают, и фальшь никому неприятно. У вас очень высокие требования к качеству трафика. Чем это обусловлено? Какие вообще требования вы двигаете к новым вебам? Ну, тут, наверное, вопрос больше ко мне, потому что у нас на Бразилии есть софт-КПА, которому мы придерживаемся. Он ни в коем случае не влияет на оплату, потому что все тестовика пооплачиваются, то есть он для нас только является маркером оценки качества трафика. Почему строгие требования к качеству? Ну, философия нашей внутренней партнерки, все просто, хороший трафик покупай, плохой не покупай. Ну, даже как-то странно отвечать на вопрос, почему у нас такие требования к качеству трафика. Ну, давай так, мы, в принципе, умеем считать. Считаем мы хорошо и будем дальше считать еще лучше. Так что вы не отвертитесь от плохого качества. У нас очень развита аналитика, и дальше, наверное, я расскажу про наш когортный анализ, который реализован в том числе в личном кабинете партнеров. И все честно, чисто, и вся та же самая статистика, которую видим мы, видите и вы. И в целом, в долгую, мы хотим и готовы работать именно с вебами, которые льют качество, которые хотят совершенствоваться. И мы готовы им в этом помогать. Расскажи про ваш анализ. По Бразилии, опять же, наш KPI, софт-KPI, построен на когортном анализе по календарным неделям. То есть, с понедельника по воскресенье для вебов на новые тесты мы даем достаточно большую тестовую капу 150 FTD. Кстати, это еще и к вопросу о том, почему стоит выбирать именно нас. У нас достаточно большая тестовая капа. Залив 150 FTD с понедельника по воскресенье. Дальше холд неделя. И на третьей неделе, получается, мы оцениваем это качество трафика по тем показателям, которые мы озвучиваем вебов. Вебом это средний FTD, средний депп, средний чек, соотношение FTD и редеппов. Потом у нас есть новый крутой показатель качества, который мы для себя создали. Это редепп первые 24 часа. По нашим наблюдениям, если определенный процент игроков, которые в первые сутки сделали FTD, точнее, сделали FTD и в первые сутки редеппнули, вот определенный показатель этих игроков у нас в софт-KPI от 15%. Это такой самый сочный, самый качественный трафик. В целом, по когортному анализу так. И мы работаем на ландбейсе на движке. И в ландбейсе реализован когортный анализ на стороне партнера. То есть каждый из афов у себя в личном кабинете может сам отсматривать свои показатели и корректировать качество трафика. Какие планы ставите на 2024 год? Ну, касаемо Латама, это Мексика и Перу. По Мексике у нас лицензия. У нас часть команды маркетинговой уехала в Мексику. У нас офис в Мексике. И целом планируем развиваться дальше по Латаму. Ну, и в этом же году будет Перу. Вот, по Латаму так. По Цупису у нас развитие киберспортивных направлений, поиск новых амбассадоров в нашу компанию. Да и, в принципе, развивать рынок Цуписа. Чем порадуете партнеров в ближайшее время? Если говорить про Латам, то в этом году будет новая актуальная Гео. Это Мексика и Перу. На Мексику делаем большую ставку. Там купили лицензию. Часть команды переехала в Мексику. Перу уже сейчас проливаем небольшими объемами. До конца 2024 года планируем увеличить капы на эти Гео. Ну, и, соответственно, расширяться дальше по Бразилии. По Цупису у нас мы собираемся развивать также киберспортивное направление, потому что мы киберспортивный букмекер, топ-1 на рынке РФ. Также будем проводить нашу любимую Bad Boom Dacia. Мероприятие, которое собирает очень много любителей. Доты, КС. Да и, в принципе, развивать российское направление, качать киберспорт и делать все для этого возможное, чтобы людям нравилось. Какие тренды ждут iGaming по вертикали в ближайшем будущем? Ну, это однозначно SEO, развитие одностраничников, которые выходят по каким-либо ключам на более высокие позиции. Также однозначно это повышение затрат на PPC в Гугле. Ну и к январю 2025 года ждем лицензирования в Бразилии. Это однозначно изменит рынок iGaming к лотам. Пока что не можем предиктить, в какую сторону, но ждем. Что посоветуете начинающим вебам, которые только начинают летний блок? Друзья, не бойтесь искать информацию в интернете. Она сейчас находится в абсолютном доступе. Все можно найти, все можно прочитать. Не бойтесь экспериментов, не бойтесь тестировать. Не получилось один раз, получится на второй. На второй не получилось, получится на третий. Изучайте сферу. Арбитраж жил, арбитраж жив и будет жить. Никуда он не денется и никуда не закроется. И никто ни на завод не пойдет. Ребята, в арбитраже деньги есть. И я бы со своей стороны рекомендовала идти джунами, не бояться начинать с нуля, условно говоря, ни зов с низких позиций, ни в больших зарплатах, но идти в арбитражные команды, возможно, даже в крупные, набираться опыта. И все когда-то с чего-то начинали. Не завышать планку изначально, потому что очень часто, когда ты на многое рассчитываешь сначала, в итоге ты не получаешь ничего. И изучайте материалы в Трафик Кардинал. Какие ожидания от сегодняшнего Мака? Какие цели и задачи? На самом деле, ожидания грандиозные. По-другому мы бы сюда не поехали. И с целью и задачи найти новых рекламодателей, чтобы у наших вебов были еще больше ставки и рейты. Также найти новых паблишеров, новые источники трафика, чтобы дальше развиваться. Также рассказать нашим клиентам, какие у нас новые фичи появились, как мы развиваемся и выделяемся на рынке. В каком составе вы приехали на конфу? На эту конференцию у нас состав меньше, чем на прошлой, потому что параллельно сейчас проходит другая конференция на Кипре. Поэтому у нас приехало несколько человек с паблишерского отдела и несколько человек с рекламного отдела. Также приехал наш директор по развитию, который контролирует нашу работу и также помогает нам искать новых клиентов. Что насчет стенды или мерча? Как продвигаете свой бренд на сегодняшней конференции? Свой бренд мы активно продвигаем. Хочу сказать огромное спасибо маркетингу, который подготовил большое количество атрибутики с нашей компанией. Это подошел с креативом, вот такие вот леденцы в форме. Ну, сами подумайте, что это такое. Также у нас проходит розыгрыш наушников победителя, вы уже узнаете потом. Все различные футболки, носки, карабины, все что угодно, чтобы мы запомнились у клиентов как классный сет. MyBit – это рекламная сеть формата fully managed. Что за формат и в чем его особенность? Fully managed платформа – это когда клиент регистрируется и к нему прикрепляется персональный менеджер, который помогает ему настроить все рекламные кампании. Это работает как со стороны рекламодателя, так и со стороны паблишера. То есть за клиентом закрепляется личный менеджер, который работает с ним 24 на 7 и оптимизирует их кампанию. В отличие от SEO-серва, где рекламодатель или паблишер что-то пытается разобраться в интерфейсе, куда-то может пойти не туда и залить не туда, fully managed мы доверяем нашим опытным менеджерам, которые помогают и оптимизируют кампании 24 на 7. Насколько крутые ваши менеджеры? Честно могу сказать, что у нас реально крутые менеджеры, у нас своя система подготовки кадров. Собственно, у меня свое дело по обучению менеджеров со стороны паблишеров. У нас каждую неделю проходят встречи, где мы рассказываем о новых введениях на рынке, как работать с клиентом, как правильно обрабатывать лиды, что нужно клиенту. В общем, мы честны с нашими клиентами. У нас нет клайкинга, у нас нет никакого фишинга. В общем, у нас все круто. Даете ли вы вебам гарантии результата? Да, мы даем гарантию результатов как стороны закупки трафика, потому что у нас свой собственный разработанный антифрод, система, которая сразу фильтрует некачественный трафик, и такой трафик больше не поступает в аукцион. И что касается паблишеров, то если паблишер работает с другой сеткой, мы уверены в своем продукте, мы готовы запускать сплит-тесты, и если мы проигрываем кому-то, мы готовы компенсировать, чтобы быть в рынке и работать дальше с паблишером. Стоит ли лить гамблу или беттинг через вашу сетку? Что конвертит лучше? На самом деле нет, нетрудно. Просто она немного дороже будет, чем тот же самый адаптный трафик. У нас много рекламодателей, которые льют на такие афера и получают качественные лиды, регистрации, депы. Дешевле, наверное, будет беттинг, потому что он больше представлен на рынке. Но он, опять же, повторюсь, не для всех, потому что по цене он дорогой. Сталкиваетесь ли с фродом со стороны паблишеров? Как боретесь с подобным явлением? Да, бывает некачественный трафик. Как я сказал ранее, у нас своя разработанная антифрод-система, которая сразу детектит некачественный трафик. Нам сразу приходят алерты, что этот трафик не очень. Мы сразу его останавливаем в аукционе. И с данным паблишером на время прекращаем работать. Если он готов исправляться, то даем ему еще одну возможность исправиться и продолжаем с ним работать. Но с некачественным трафиком мы не работаем. Какие у вас минимальные требования к паблишерам? Мы работаем с разными вебмастерами и паблишерами, у которых много трафика и у которых совсем не много трафика, потому что все же с чего-то начинают. Мы готовы помогать вебмастерам увеличивать свой трафик, их обучать, как правильно наливать, куда наливать. Поэтому у нас много кейсов, когда к нам приходили арбитражники, медиабайеры, которые только начинали, и у них там порядка 5 долларов в день выходило, а сейчас они наливают уже на 2000 долларов. Поэтому это все индивидуально, и мы готовы работать с новичками и развивать их. Есть ли у вас особые условия для прямых рекламодателей? Так как рынок очень конкурентный, приходится быть гибкими, Да, у нас есть особые условия для каждого рекламодателя. Они все обсуждаются индивидуально с менеджером. Все зависит от объемов, который готов сливать веб. И если это со стороны паблишеров, то какое качество трафика. Поэтому да, мы готовы предоставлять промокоды, мы готовы запускать сплит-тесты, мы готовы работать по фиксу, по приплею, по ревшаре. Также вот если мы говорим про пуши, то сейчас хотим ввести такую модель оплаты, как оплата за подписчика. Поэтому если кто-то хочет налить нам подписчиков, мы готовы сразу загрузить фиксой и не ждать, пока пользователь начнет кликать по этим пушам. На что посоветуешь лить через вашу сетку, если бюджет ограничен? Если у веба ограничен бюджет, наверное, посоветую лучше лить на какую-то адаптную историю. Это дейтинг, вебкам. Потому что в основном там рекламодатель нацелен на регистрацию. А если мы говорим про что-то более белое, это там VPN, антивирус. Там более такая платная история, поэтому там будет подороже. Поэтому если бюджет ограничен, идите в дейтинг. Для тех, кто еще не работал с вами, пару слов о партнерке. Какие офферы вы предлагаете? Привет. Рад приветствовать вас на канале Трафик Ардинал. В первую очередь мы CPA Network, афилиатка для вебов, для адвертайзеров, которые работают с Гэмлин Трафиком. Работаем по CPA модели, предлагаем самые классные условия для наших вебов, для наших старых партнеров. Всегда рады новичкам. Давайте работать. Тогда подскажи, почему новым вебом стоит выбирать именно вас? Потому что мы всегда готовы подвинуться, предложить условия, которые будут комфортны всем сторонам. Как рекламодателю, нам, как посреднику, вам, как вебом. Подвинемся здесь, подвинемся там, выстроим комфорт и будем работать долго, качественно, благотворно, чтобы все получали кэш. Подскажи, как проходит первый квартал 2024 года? Успели достичь ли вы поставленных целей? Потрясающе. Я могу дать только такую оценку, потому что мы сформировали абсолютно прекрасную команду профессионалов, которая всегда работает над собой, развивается, радует вас. Я думаю, все обратили внимание, как мы выросли за последнее время. Мы будем только двигаться дальше, планы выполняются, даже перевыполняются, но бесконечность не предел. Сколько офферов успели добавить в 2024 году? Количество офферов, прям уникальных, новых, наверное, в районе сотни. Это не так много, как хотелось бы, но это отборные, качественные, локальные, привезенные с различных конференций, эксклюзивных условиях. Подскажи, планируете ли вы расширять пул вертикали под оффера? Для себя сейчас мы сформировали пул вертикали, с которыми мы дальше будем двигаться. В данный момент мы не рассматриваем добавление чего-то нового, потому что мы хотим быть спецами, вот прям полностью в том, где мы сейчас сосредоточили свои силы. С какими вы пришли задачами на конфу, помимо нетворкинга или поиска новых партнеров? Это естественно медийка, встреча со старыми партнерами. Мы всех очень любим и уважаем, поддерживаем МАК. Это просто исторически потрясающая конференция. Мы не могли сюда не приехать. Здесь нас окружают потрясающие люди. Ереван – это город в сказке. Какие типы трафика в приоритете для GoldLead? Не хотелось бы отвечать банально Ассо, Сео, ППС. Мы также любим Фейсбук, любим Вебью, любим Айосный трафик ПВА. Мы также принимаем, готовы договариваться на всевозможные типы трафика. Сейчас мы входим в Инфлюенс. Ребят, если у вас есть Инфлюенс, давайте работать по Африке. Что скажешь про УБТ? Насколько это перспективное направление и принимаете ли вы такой траф? Я когда-то старался работать с УБТ, в плане сам Лил Траф. Для меня это кажется очень плодотворной, тяжелой работой, потому что подобный тип трафика, где нужно быть реально разбираться, иметь экспертизу, он кажется простым, но на самом деле очень много тонкостей и нюансов, которые необходимо разобрать. Так что читайте медиа, обучайтесь, смотрите видео, но УБТ это хорошо, это неплохо. Какие цели ставите на год в целом? Масштабироваться, оптимизироваться, качаться в медиаполе, приносить все больше и больше денег друг другу, своим партнерам, радоваться, улыбаться, набирать еще больше профессионалов. Я надеюсь, что наша команда будет состоять, вниз сейчас где-то 50 человек. Я хочу, чтобы она была еще больше, мы стараемся для этого, мы растем, я уже это говорил, но тут ничего более актуального, я даже не знаю, как придумать. Просто планы, все цели выполняются, и некоторые такие достаточно приватные, которые я бы не хотел раскрывать, я с радостью с вами ими поделюсь, когда мы их точно выполним. Но мы к ним хорошо движемся. Какие конференции планируете посетить в этом году, где можно будет вас встретить? В этом году мы сократили список конференций, которые мы хотим посетить. Мы сосредоточились конкретно сейчас на iGaming вертикале, в частности, Gambling Betting. Мы обязательно будем в Амстердаме, пропускаем, к сожалению, Мальту, и будем смотреть уже, в принципе, по обстановке. То есть еще и Манила совсем скоро, но в прошлом и позапрошлом году мы откатали все, что можно. В этом году мы хотим как раз-таки остаться, чтобы проработать именно партнеров. Потому что пул, с кем работать, у нас уже и правда действительно очень большой. Назови топ-3 главных тренда ниши iGaming в 2024 году. В первую очередь назову Influence Traffic. Это правда то, что должно работать и будет работать вечность. Лидеры мнений, инфлюенсеры, продвижение через блогеров, это потрясающе, это шикарно. С этим нужно работать, в это нужно вникать. Да, нужна очень широкая экспертиза, мнение. Нужно собирать, анализировать метрики, данные. Очень много подводных камней, естественно. Нужно углубляться. Это первое. Сейчас очень также мне нравятся новые подходы работы в Фейсбуке, потому что креативы постепенно меняются, адаптируются. Очень много различных подходов используют байеры, даже среди тех, с кем мы работаем. ФБ я всегда люблю. Это всегда, наверное, тренд. Как бы он там ни штормил, и все бы не жаловались. Да, заливайте iOS. iOS круто. И третью нишу, которую я, наверное, мог бы выделить сейчас. Слушайте, ребят, это очень странно сейчас прозвучит. Это PUSHII. PUSHII, наказик. Сейчас кто-то подумает, что я сумасшедший какой-то. Блин, ребят, правда пробуйте. Это может быть хорошо. Если с этим работать, вылить нормальный бадж, прям начните с R3, попробуйте, узнайте, что такое PUSHII. Это круто, это работает. Реально, на этом можно зарабатывать. Даже по Ревшаре. Конечно, все хотят пей, но можно и по Ревшаре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...